ребят всем здрасте наверное здрасте всем год у нас очередные покатушки давно забыты ретро покажешь кушке вот они такие в честь 14 февраля независимо от того когда выйдет это видео 13 июля там 20 августа прямо же до 100 а вот да вот тот злополучный участок то есть видео посвящены 14 февраля и как бы они праздничные хотя я не знаю для меня это не праздник на тебя праздник 14 февраля нет так вчера мне рассказывала одна девушка такую историю что типа мы живем в россии тоже круто у нас одни праздники нога я даже призадумался принципе да причем она начала там новый год китайский новый год китайский новый год здесь причем ну как бы выходил их и ради в россии потом там типа ну там 23 февраля 8 марта там где рождение всякие только в россии дни рождения кстати больше ничуть этих вот и там есть этот чанга 20 14 февраля это же типа круто как бы я не знаю у меня прикинь вот но может я это i'm not in love но менять не праздник не просто почему есть день и типа всех влюбленных да почему нет для одиноких людей всех одиноких для чего не сделать так причем мне кажется будет более массовым российский вырезать его будут к жестко пить их просто люди будут да есть деваться взял мать и допустим а для отца почему блядь сука да не никто не так вот не отмечает дня нет а есть день отца есть но почему-то его отмечает день матери день холодца короче есть диманчик написал смотри по поводу вот этих всех влюбленных то есть короче мы недавно с антоши работали в въед кафе ну ватриуме знаешь третий этаж но мы не официантами да мы там грузили коробку с едой ну и подрогнул что-то иногда на полставки уборщика короче там история такая что пока мы работали в пятницу вечером туда приводили парни до ваше количество парни приходили со своими там ну потенциальными девушками на свидание вообще в принципе вот вот сейчас говно немножко вначале мышцы ники прямо что да да и на ленинградской а потом мы разворачиваемся и есть в сторону центра короче приходили парни то есть и ну вот мы уже своим профессиональным взглядом ну как никак две недели в пикапе то есть видим мы понимаем что здесь ну антон ну ну я чуть больше понимаем что у них первое свидание все-таки они та история когда зашли люди уже друг другу надоели они приходят подожди ремарка скажи что девки сразу прикольные то есть не смотри да из него были вот интересные неплохие девчонки то есть у меня сейчас начнется истерика такая по поводу куда они смотрят вообще почему когда к ним подхожу они там например там говорят там я не знаком то есть по идее они должны сразу открывать рот и говорить боже я заказывала счастья но по его доставили короче и чуваки таки ну разные то есть и вот мы наблюдаем мы работаем с рады конечно наблюдаем как они проводят свиданки на это кэш писец то есть мне осталось жалко делать потому что там просто они у них 9 процент свидания вот таких на что в телефоне с грустной рожей девушка что-то там и периодически это фразы такие раз на раз от раза варень выходит в туалет и наверное думает там да там он звонит другу короче короче сверху кричать и делать что делать запекал в интернете шамшуре свидание в общем то есть мы уже до того дошли что прикрепить от работа начали придумать чтобы они о чем они интересно разговаривали сидим там читала тоже говорил про кино же сам себя режиссер снимая дайте звука подставляем слады любишь матрицу ну а я люблю понятно вот и там короче вот абсурд в том что то есть эти девушки они уже начинают чисто там направо вдоль этого метрополиса да и баня сначала там да и где вот можно я веду нет ни на мозга все эти девушки они начинают уже сами проявлять какую-то хоть инициативу да все они горчого по я просто думаю зачем они на этих людей тратят время да смотри давай сразу вот расскажи все часто спрашивают что нужно делать на свидание ныть типа как-то на этом заморачиваются приноскажи как ты говорил нет чего вот не нужно делать вкратце давай какой-нибудь без но это сейчас покатушки будут на два с половиной часа они будут как санта-барбара можно будет разделить на не знаю сейчас могу делать закончим в общем там такая история что я не знаю что как бы одна девушка сидит она прям вот значит вот маленький столик такой и она на него во первых это место самое стрёмное которое можно было придумать там воняет какой-то вот псевдо вьетнамской одну вьетнамской да не такая даже вот на рынках где вот эти там понятные столики до во вторых да то есть она в середине это только в самом центре какой-то там ходят люди задевают их постоянно жопами плечами там то что-то бегают официанты то есть ну как бы фиг с ним с места можно компенсировать за счетом общения там себя то есть там воняет там воняет так что вот мы просто сидели потом к нам люди готовы чё говорит ребята столовые работать в пионерском лагере то есть там стрёмная еда ну как бы там железные деревянные стулья в общем девчонка это начинает двигать на этого чувака уже стол вот так ногами то есть она как бы с ним играет мол типа он потому что он в конце концов совсем затупил погрузился в телефон но скорее всего внутри сейчас бегает обезьяна которая то есть он внешне спокойно внутри мечется такая мартышка с этими и там не знаю кричит в ужасе что делать вот и короче прикол что она с ним заигрывает она двигает на него стол как бы он как-то вот в это время реагирует на то есть вот вот это жалко зрелище скажешь а то же вообще да я подожду еще там а ну то что он это часто выходил типа чувак такой посидел посидел думать я не был похож на человека с проблемами за здоровье не с недержанием с чем там еще ну как вариант можно было как мне кажется неплохо написать какие темы в заметках ну что ты хочешь рассказать сегодня если уж совсем не хотя бы подготовиться то есть если ты понимаешь что будет не просто скорее всего ты там давно ни с кем не встречался но потрать ты полчаса напиши какие-то себе заметки в айфоне о том что ты можешь рассказать потому что но если это для тебя будет достаточно стрессово ты так догадываешься что скорее всего ты будешь тупить потому что такое уже было не раз очень прикольно если у тебя будут какие-нибудь и когда ты выходишь это будет хотя бы оправданно ты будешь блокноте на лифта давай чувак я в тебе в телефоне можно смотреть вот эти темы да то есть смотри то есть и там соответственно возникает вопрос а вот иногда смотришь на парней ну который справедливо хотят там и желают общаться с девушками причем самыми лучшими сами красивые задаешься вопросом вот этот любимый твой вопрос антош какой вопрос какие причины у девушки быть с тобой бы так как она должна тратить свое время на тебя пусть даже час то есть вот она вообще с тобой на улице да то есть у нее например естественность она там красиво она востребована и соответственно у нее есть какая какая-то альтернатива какой-то выбор и то есть почему должен почему это ты и сам идея реально как бы парни на этот вопрос некоторые сами себе не могут на швейс его то есть вот прикинь просто вот он сам себе это вопрос не даже причем сам деса он может быть там и знаю богатый успешный там какой-то красивый там спортив какой угодно но тоже не можно это ответить есть вообще парни которые выглядят так что ну ты думаешь либо ты не знал что есть вообще по другому можно выглядеть да либо я не знаю ну то есть ты считаешь что ты такой пиздатый что ты можешь ходить в беляше и ну вот смотри то есть по поводу того здесь вопрос про деньги напрашивается да то есть там у многих есть такая штука там что типа ну да конечно нужны деньги и так далее да ребят прикиньте как их нужны деньги я хотел бы сказать что они не нужны да ну то есть как смотри то есть жизни как-то немножко по-другому ну да сейчас как раз я плавно перейду к тебе стас то есть что ну ты смотри я считаю что вот например питаться да ну особо много денег не надо если живешь деревне сажаешь картошку лук там ну то есть и вот это же достаешь опять сажаешь то есть какой-то там круговорот идет то есть принципе жрать можно если хочешь есть не картошку и лука не знаю иногда есть ресторане да там ну или как бы вы еще иногда есть колбасу там что бананы блины что там еще едят спарта наверное деньги нужны все-таки какая херня здесь то же самое то есть ну наверное можно найти женщину такого уровня который и вообще не принципиально будет количество денег своем кошельке ну то есть она скорее всего будет обходиться бутылку водки то есть вот на курске сейчас можно приехать и так ногой пошевелить сказать есть есть водка короче пойдешь или просто скажешь уж давно это не общался с бомжиками вот то есть чё не говори да деньги нужно но это опять же не самый главный то есть там моя большая совокупность качеств факторов чего-то еще но вы все хотите там ухоженных красивых как она сказала моя знакома год хотите ухоженных женщин так ухаживать ну то есть хотя с ней не согласен ну его она вложила себя на купился шуба она пошла купила в ребят зала качать жопу не знаю надо качался там губы поставил себе сиськи но это я говорю о крайности когда там она ходит на ногти вы даже не писать сколько бабла требуется да там на ногти на на ресницы на брови на волосы на там не знаю на что налево сейчас да короче прикол в том что вроде бы это как сказать и это печально то что эта штука она возобновляемый ты только побрила сука спину как у тебя на ногах выросли волосы это только потом сделала коррекцию бровей там или ногтей как у тебя там коррекция ресниц уже там за горами да это все естественно требует средств почему мы сегодня со стасом потому что стас это вот товарищ который сидит справа от меня и эксперт по наращиванию главный эксперт на визажу не этот человек сейчас в двух словах то есть он у нас да будет мелькать все чаще и чаще то есть плюс мы его будем привлекать в наши тренинги наш друг и товарищ ческа человеку 28 лет его зовут стас это мой друг и стал зарабатывать но где-то от полутора до двух миллионов рублей чистыми ежемесячно уже какое-то продолжительное время но плюс а соответственно он растет куда-то дальше эту сумму там с каждым месяцем вот этого минимума увеличивается то есть возможно что большинство из вас сейчас в этот момент плюнули в экран скале а сумка мажор там ложь не пидас да или что там не надо мне только вот не только или знаешь там типа ну конечно родители за помогли ли что там кто-то в детстве кто хотят судя по богу вот короче суть не в этом с учетом что вы можете в это верить или не верить но опять же бы она существует стас живой и здоровый как бы слава богу он здесь я звонить куда-то начал вот и вот мы его пригласили для того чтобы он рассказал что-то про деньги мы будем что-то его спрашивать про его видение этого да то есть про вообще какие-то цели масштабы планы и так далее то есть вот это составляющая часть вообще всей жизни от которой никуда не денешься вы хотите все принцессу создайте свою сказку вы возьмите туда любую женщину и в это будет ваша принцесса ну вот как-то так привет стас наконец мы заметили что здесь кто-то сидит привет привет володя привет наши зрители подписчики вот и все кто слушает да ты можешь кстати не будет убрать уровень официоза то есть давай позицию пультом разбавивка стаса включи мне спорт режим пожар на минутку чтобы вот как-то сейчас мы он есть заебись антош чуешь я чую тут камера улетела как она едет давай это антоша вопросы стасу то есть давай вот ты будешь диктовать нам то что пишет все было я могу принципе уже сказать да просто вот володя уже сказал насчет того что вы что-то хотите да вы хотите мы более какую-то красивую девушку вы хотите каких-то более ярких отношений я могу сказать например вообще о чем вот недавно мне мама позвонила и сказала что вот у нас есть там бабушка в тольятти полный помню да да и ну как бы вкратце да им там что насчитали какую-то вот сумму закапай монт как у нас любят делать правительство до начислить потом нужно отдавать деньги вот и они вот думают а вот где бы нам взять еще там денег там на на хлеб там на картошку вот ну ладно в общем я просто к чему что люди допустим привыкают жить в какой-то обстановке вот конкретно моей допустим там бабушки дедушки ну допустим не откуда взять вот этих денег хотя мы стараемся им помогать последнего но тем не менее вот старики они допустим привыкли жить какой-то определенной обстановке я хочу о чем сказать что должно быть прежде всего внутреннее желание что-то куда-то расти да что-то где вы взять стас если вот допустим я привык мотивации жить да я двадцать лет мы привык жить где купить полтора килограмма мотивации мотивация 599 рублей откуда взять мотивацию ну во первых я думаю что нужно прежде всего не врать себе вот вот ты видишь допустим что есть люди которые у которых есть хорошие машины у них хорошие дома не отмориваться примере я сейчас прям еще перебью секунду заткнуть то есть вот как бы стас от человек который жил какое-то время в китае он ночевал в прямом смысле слова в банях и там на коробках не знаю со своими же товарами да то есть вот у него было такое время и он когда-то тоже переехал из самары и ну в общем откуда взяться вот ну как бы вот такому видению что надо масштабироваться там зарабатывать подвалям и этого вроде не должно быть откуда она вот на твоем примере появилась как вот ты решил точить нет валям и не заработал ну откуда я еще я на своем помимо увидел что и люди действительно это делают вот то есть 1 это увидел еще в самаре или в китае нет я это в китае дал нет пошел с китая когда ну вот бы у нас несколько людей которые все поехали кто из саратова кто из благовещенской кто из сахалина кто из владивостока и мы там как-то вот друг с другом общались ну во или садик этих китайцев группы одно и то же делали я увидел что у кого-то блин реально есть нормальный доход кто-то даже работая на компанию зарабатывал там 200 тысяч рублей 300 тысяч рублей я работал тогда да я работал до в торговой компании которые привозила товары из китая растамаживала там грузоперевозки продавала в россии логистика да ну там кто-то среди на органы да может быть людей на органы я просто и соседнем кабинете работа в другом где-то это тоже делали вот в общем факт в том что я увидел как реально люди зарабатывают даже менеджер который там 200 300 тысяч рублей зарабатывал вот только 20 процентов зарабатывал от того что компания зарабатывать я видел процент для многих да я видел что в принципе компания она по сути ничего такого супер естественно не делала то есть они в китае заказали растаможили повезли продали либо наоборот сначала продали потом растаможили и отправили то есть Вот что-то сверхъестественное они не делали, но они зарабатывали нормальные деньги Что менеджеры, что компания Потом я видел своих друзей, и они тоже начинали достаточно много денег зарабатывать У них пошли два сотрудника, пять сотрудников То есть они себя нанимали сотрудников Да, у них рос оборот товаров И я увидел, что, ну, ё-моё, это действительно можно Это действительно можно деньги зарабатывать И вот они, вот они, эти люди Они не в облаках витают, не на 30-м этаже где-то работают Они вот вместе со мной сейчас пьют пиво, водку, потом в баню идут То есть они не перестали быть такими же, как это самое, обычными людьми, как ты Они не обожители, и они зарабатывают Они не срут бабочками, не пахнут ландышами Да, я увидел это, да, и я понял, что, ну, если бы я подумал, что они могут, а не могут Я бы себе соврал Потому что я, ну, я понял, что... Некоторые из них, наверное, еще и там внешне могли быть там каким-то уебанным Ну, хорошим Да, так и было, так и было, да У них, может быть, там с телками что-то не так, да, там, то есть, а у тебя лучше или что-то Да, у кого-то были животы, у кого-то была плохая прическа Кто-то, там, кто-то был худой Да, вот, и все были разные, да Очень многие бухали, поэтому и могли работать Ну, потом они, конечно, хуже работали, чем те, кто не бухал Ну, факт в том, что вот были люди, я понял, что я не хуже, чем они, но я еще до сих пор не зарабатывал хотя бы сколько-то поемлемые деньги Сейчас А, его нет, я хотел спросить, почем тачка, это, Rolls-Royce Brace Ну, можно и так, по-нему, сказать Ну, чтобы вот люди понимали, что, ну, как бы, некоторые зарабатывают акебар Да, перебили тебя Да, вот я к чему, значит, говорю Где ты взял мотивацию, Стас? Вот, когда ты перестаешь себе врать, вот Говоря о том, что ты не можешь это сделать, вот Хотя на самом деле ты можешь А люди, что любят это, то есть, они, им надо придумать тысячу причин, да, чтобы, почему это все, как бы, ну, не применять, да Да, конечно, я не могу, там, допустим, там А почему они придумывают причины? Я не могу общаться с красивой женщиной или с умной, ну, кому что, может быть, кому-то не совсем важна красота, кому-то важен ум женщины, да Нет, смотри, там, ты зарабатываешь, сейчас кто-то там подавился бубликом, сказал Конечно, он же, ну, то есть, они почему-то придумывают, почему они их придумывают, вместо того, чтобы сказать, как То есть, как, почему, как ты думаешь, откуда у них, ну, вот, вместо вопроса, как мне сделать так же, почему у них в башке, типа, да он, пидорас, короче, почему, как ты думаешь, потому что так легче или что? я думаю что то так как бы легче ну первое что да надо перестать врат себе вот во вторых что самое главное это нужно ну может быть банально это прозвучит я как бы тоже не все это сам придумал да можно посмотреть куча читаешь постоянно куча людей которые об этом говорят у нас россии там бм парабеллум гандапас в америке тони роббинс брайан трейси киосаки прочее прочее я стоял но в общем фактом что но надо на себя взять ответственность за то что ты делаешь то есть грубо говоря ты понимаешь что вот я сейчас нахожусь там-то там-то да вот у меня я живу допустим где нибудь в деревне я там не имею машины у меня нету отношений у меня нет условий до которые не помогли бы это самое я не могу да да нет но но надо понять что ты что конкретно ты можешь это сделать по что ты не хуже не лучше других ты можешь это сделать по крайней мере какие-то там я меня нет для друзей стаж миллиард долларов допустим ты хорошо миллиардер может и не станешь ну допустим там миллион долларов год может каждый зарабатывать построить хорошие нормальные отношения с нормальной девушкой красивые умные я не знаю который вам подходит это можно сделать а вот смотри по путешествовать тоже можно по поводу вот этих штук то есть ты же не сразу думал что вот я хочу там двушку в месяц да там или там уже пятак то есть я там свои какие-то планы то есть это же постепенно росло да или как и чтобы не было так травмирующий что ебать у меня цель там пять миллионов месяц сейчас я заработаю там 20 тысяч рублей но должна быть какая-то глобальная цель как не смотри как сейчас прям секунду закончились как поставить следующий какой-то вот этап до который то с которым ты стремишься чтобы он был и не слишком расхолаживающий ну то есть легкий для тебя и чтобы ты ел потому что ну не был там фантастический вот там есть какой-то критерий у тебя ли нет или как это все это балды нет есть конечно критерии но во первых надо отталкиваться что есть данный момент вот что в данный момент воды нет в данный момент нет а вот сюда надо нажимать а йопу и разорвать все просто давай заперем какой-то и да ну если я в данный момент 30 тысяч рублей в месяц до что нужно понять что ну хотя бы взять так допустим самое простое если у тебя 30 тысяч рублей в месяц у тебя наверняка есть какие-то знакомые друзья друзья друзей но хотя бы людей люди с которыми это хоть раз общался видел их которые допустим живут москве или зарабатывают хотя бы немного больше да вот или ну не знаю я бы конечно рекомендовал поменять если вы находитесь вот где-то деревне глубоко или в каком-то очень таком плохо развивающимся городе конечно поехать другой город и как я были вы увидите как вот перед вами будут люди которые зарабатывают больше то есть даже вот если вы возьмете там какой-нибудь москве средний дом допустим о там стоит 10 миллионов рублей скорее всего люди там зарабатывают в этом же доме там ну хотя бы там 100 тысяч рублей в месяц и они будут перед вами вы увидите что это такие же люди как вы вот и вы поймете что но о чем вы хуже вот это первое то есть нужно какое-то окружение опять же не я это придумал это очень много кто говорили это на себе проверили то есть когда кто-то об этом пишет а когда ты сам через это проходишь ты понимаешь что блять да они оказались правду писали эти чуваки да то есть у меня в китае было так что я увидел людей ну вот вот эти вот там 200 300 тысяч рублей допустим зарабатывают кто-то больше кто-то меньше а был там такой чувак там толстый мы не буду называть вами он как бы ничего не делал он возил товар буду называть имя ивана да там имя федор и в общем он мне казался вообще кричево как ничего не делает вот и и он как-то раз задал нам вопрос вот мы сидели в бане но там была такая как типа общая баня очень мы любили ходить там в китае в эти бане пошла не стоили на тот момент где-то 90 рублей в день можно было и там еще переночевать вот и там все было не в этом сюда мы любили ходить в эти бане и вот он не сидим в бане там чем-то разговариваем он бы там ну стас миша ну чё вас как дела так вроде более-менее ну чё как как там по доходам как бизнес ну так вот ну там тысяч пятьдесят семьдесят хотя бы зарабатываете долларов не он имел ввиду рублей до мужика каких денег но рублей хотя бы ну в принципе наверное я уже вот там первый месяц как бы вот как я перестал работать на компанию наверно уже там может быть 30 может быть 50 ну мы в общем ответил что то да хотя мы подумали что нихера мы не заработали 50 рублей за месяц да мы подумали что может там 20 или 30 мы заработали и вот виде этого чувака как который сказал ну там хотя бы 50 вы заработали напомню что-то что-то не то над конечно это но ускоряться надо что-то что-то больше делать но как-то ускорился я начал просто больше звонить больше звуков делать больше писать с клиентом которые там у меня были как то их искать вот то есть и начал если образная оважку ты начал больше делатьakity очень тяжело associations и делают, считают, это их максимум получает. Да, да, но началось с мотивацией, что вот были люди, которые, вот, конечно, если бы сама и 50 тысяч рублей на тот момент был в 11 или там начало 12-го года, ходил боком. Да, я бы ходил уже, что я там крутой. А здесь вот... Это Муслан, да, сейчас перебью тебя, или что это? Нет, это у нас Flying Sport. Это не у нас, к сожалению. К сожалению, пока что. Это вообще у них. Смотри, какой цвет, Антош, с ней, какой цвет. Давай, да. Там номера, это вообще. Он меня обратно вернул, короче, детально снял номер сейчас. Гош номер есть. Винкот там, не знаю. Да, Стас, извини, мне. Вот, да, значит, еще раз про мотивацию. Вот первое, вот, первое, откуда боятся мотивации, это, когда вот вы в таком окружении, и вы чувствуете, что вот, ну, что-то, вот, как-то у вас пока что совсем, ну, хуже, чем у других, да? Вот. Другой вопрос, конечно, что если бывает, что вы с кем-то общаетесь, да, у всех доход там 30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, вы так живете уже 10 лет. Сейчас это... В этой ситуации, когда уже 10 лет вы, как бы, вот, вам все равно, я уже, наверное, не знаю, чем не, но это тоже, как сказать, потому что многие живут так всю жизнь, то есть, дальше это, то есть, смотрите, ну, как бы... Здесь, наверное, должна быть мотивация от противоположного, от негатива, что вам уже должно быть, наверное, просто ну, надоело так жить, вот. Когда бывает, что вот, ну, надоело, все, я вот так больше не могу жить. Ну, а как надоело, если ты привыкаешь, вот, знаешь, вот я, кстати, вот еще раз, да, то есть, вот эти все штуки можно заметить, да, только когда ты уже на следующем этаже, то есть, когда ты поднялся на другой этаж, потому что вот сейчас, допустим, у меня есть преподаватель по-английскому, она очень крутая, как бы, она молодая, красивая и, короче, она относительно недорого работает, мы занимаемся по скайпу, она пусть я иногда свои ремарки заставляю, то есть, она живет в Крыму, и вот, когда я с ней общаюсь там по поводу денег, чего-то еще, я прям вижу, как вот эти тараканы ее ограничения, убеждения, я, например, говорю, вы же хотите больше денег, да, там, Татьяна, а она говорит, типа, нет, что вы, я там это, типа, ну, то есть, она, я прям вижу, как ей как будто бы стрёмно сказать, что да, я хочу больше денег, например, да, то есть, она молодая, красивая, она одна, там, у нее нет мужика, да, она тоже, наверное, хочет зимой сесть в самолет, там, полететь в Таиланд, не знаю, купить себе платье, то есть, нормальные желания, и получается, что, ну, она даже не осознает вот этих вот собственных ограничений, да, что, типа, деньги это плохо, там, хотеть больше это плохо, и, ну, вот, некоторым еще мешают вот этим убеждениям. Я думаю, здесь надо только людям просто рассказывать, ну, как бы, просто просвещать, наверное, потому что у нас... Ну, сейчас есть интернет же, благо, и... Да, много людей просто упрягают от этого, они считают, что вот, ну, плохо, да, ну, вроде, как я повыкаю, и... ну, и ладно, вроде бы вот того. Ну, просто надо, мне кажется, надо здесь уже работу проводить тем, кто уже что-то добился, просто рассказывать людям, что вы можете, вы способны. А вот смотри, у меня такой кейс, например, вот, у меня есть клиент недавний один, назовем его, там, не знаю, Иван. Иван тоже просил. Иван тоже просил. Все Иваны очень скрытные девочки. Они просили. Вот, смотри, то есть, и сейчас, ну, если вопрос дальше, то есть, вопрос, как ему начать заниматься любимым делом, когда у него реальность, там, долгое сформировалось, как-то не так. То есть, это сейчас вот ремарку свою по поводу пикапа, потому что, опять же, все очень тесно связано, да, там, деньги, женщины, то есть, и прочие, прочие, прочие цели. То есть, вот девушки, узнав, что, например, ты занимаешься пикапом, мы к этой теме еще вернемся, и там, или там, я пикап-тренер или что-то еще, то есть, вы их понимаете, это плохо. Если бы я им сказал, что я тренер для женщин, они бы сказали, я молодец. То есть, я бы учил, как корыстных, стремных телок, не знаю, разводить мужиков на дорогие подарки, там, и видеть в них только их ресурсы и кошельки, я был бы охуенный, понимаешь? А если я вот мужчин учу быть, там, настоящими мужчинами, то я вот пи***, понимаешь? Да. Да, и вот неуверенные тетки сливаются, потому что они, наверное, боятся, что я их там влюблю в себя с помощью технологии, а потом брошу. Ну, как минимум, у нас с ними будет секс, то есть, это тоже прикольно. Ну, они, видимо, почему-то это не понимают. Вот. Я к чему? То есть, то, что, опять же, вот то, чем я занимаюсь, это, ну, как бы, это не просто пикап, это вот именно благое дело. Например, приходит человек в 42 года, там, или 40. У меня вот крайне, там, нескольких индивидуалок, всем этим людям в районе 40, то есть, как-то их вот прорвало. Кто-то из них, они очень разные. У одного, там, две машины, там, побольше 5 миллионов каждая, там, он какой-то директор, начальник. Кто-то простой парень, там, допустим, человек пришел, он работает на обычной работе. Ему 40, он очень добрый, он очень клевый, то есть, он, ну, прямо, знаешь, мировой парень. Но, например, он до сих пор живет в съемном жилье, где-то, может, ну, так, такая жизнь вот у него, да, например, он, ну, просто одевается, у него, там, какая-то ограниченная очень зарплата, ну, живет обычной жизнью, работает на работе, дает денег, и не потому, что она ему нравится, а ему, как бы, вот, и он подумал, что я пойду, и, может быть, сейчас черпануть чего-то отсюда. То есть, и он пришел, он, как бы, научился чему-то, там, какие-то базовые штукам, но, тут же понимаешь, что, вот, как бы, я 40-летний мужик, да, и мне уже не 20, там, я могу, там, надо 20 лет жить на съемном жилье, да, например, там, и быть студентом, там, ебать студенток в общежитии, ну, или там, не что-то еще, а ему нужна, естественно, там, женщина для жизни, которая тоже хочет какого-то комфорта, потому что, ну, почему нет, да, и тем более взрослый мужчина, у него должен ассоциироваться с каким-то уже, там, плюшками и бонусами, вот. И он начинает задумывать, что, оказывается, надо, блин, как минимум, не знаю, там, ну, переодеться, там, да, там, как минимум нужно еще там, чтобы, ну, чтобы те женщины, которые ему нравились, оказывались рядом с ним. То есть нужно зарабатывать деньги, нужно решить вопрос с жильем, нужно, да дофига, что нужно, прикинь, оказывается, то есть люди приходят, думают, я сейчас вот этот кусочек получу, и жизнь не станет вот такой вот охуенной. А он, когда получает этот кусочек, в голову приходит, что кусочка намного больше, и как бы это, знаешь, это как заманили, а они сказали, что надо будет развиваться. И он, короче, говорит, я очень люблю мотоциклы, у меня там, он как-то скопил там эти три мотоцикла таких, поддержаны, говорит, я бы хотел открыть мотосервис, там, и всю фигню, я уже сразу тут же ломлюсь, я в Яндекс.Вордстат начинаю смотреть, то есть сколько там запросов по ремонт мото, тем более я тут же начинаю думать, там, сезонно, не сезонно, можно же чинить эти квадрики, гидрики, не знаю, там, снегоходы, ну то есть это вообще нифига не сезонная штука. Можно делать тюнинг, ну то есть как бы с чего-то надо начать. И вот его вот такая штука, когда он начинает, я ему начинаю говорить, давай подумаем, как сделать то, как сделать это, то есть как начать заниматься любимым делом и на этом зарабатывать бабки. А он неосознанно начинает мне давать какие-то преграды, ой, это же то-то, это же надо офис, это же надо там помещение, ну то есть вот прям вот это, даже он не осознает эти штуки. Вот, то есть как, например, вот из этой штуки выбраться, когда ты запрограммирован уже на то, что у меня 40, я там давно в этом заострял и так далее. Да, как бы вспоминая вот эту вот ситуацию, да, вот у меня, конечно, тоже такое было, я вспоминаю, у меня тоже такое было в определенный момент, вот, не знаю, может, сколько там мне было, 19, там, или 20. Да, то есть ты не задаешь вопрос, как сделать, ты там, говоришь, почему это нельзя сделать, да? Ну как ты из этой херни вышел, то есть ты из нее, что, да, на что нужно обратить внимание, что, конечно, это связано с болью, у тебя, вот, когда ты понимаешь, что ты еще ничего не достиг, ты очень много нужно что сделать, какая-то определенная боль возникать, что кто-то сделал, да, кто-то уже этого достиг, здесь просто, опять же, нужно, ну, перестать врать себе, еще раз нужно сказать тебе очень четко, просто вот, один вечер пойти, да, домой, налить себе чаю и сказать, вот, да, да, и сказали нас, и сказать, ну, нахуй, сказать но самому себя но дорогой мы вот пока что ничего нет пока что ничего не сделал да может быть ты уже на этом не кончилось да но у тебя есть все возможности ты не хуже не лучше других нужна уверенность нужна уверенность ну кто-то в уверенности прикинет у стас у меня какая-то прикинь но я пойму вот я рекомендую почитать с тони роббинса брайана трэйси вот у них очень хорошо об этом конечно я может быть не настолько хорошо об этом говорю ну или говорят посмотреть на тех долей которые где-то уже они очень черные да они очень четко это говорят они знают очень хорошо эту структуру как начать как начать тони роббинс говорил что мы очень многие звонили когда хотели покончить жить самоубийством он их спасал он просто им что-то говорил такое что они больше этого не делали вот брайдер я свою почку продам короче знаешь что тебя распилит на ухе не надо этого делать ведь я все равно продадим и бабки заработаешь вредит и в общем я рекомендую прочитать вот этих вот посмотреть а какие книжки еще раз да тони роббинс брайан трэйси у нас на ютюбе очень много роликов там десятки роли какие конкретные лица есть нет ну там допустим брайан трэйси 21 не помню как точно называется 21 привычка миллионера допустим с тони роббинс не помню как книжки называются но там ну допустим вот у нее последняя книга была там семь правил финансового успеха там до этого там 10 или 15 лет назад у него было несколько книг по мотивации как пойти к какому-то успеху как себя замотивировать как это делать брайан трэйси можно поиски любые книги читать да даже крышка книги но вот самое простое может даже не книги читать самое удобно это youtube посмотреть сейчас это есть везде да в каждой деревне есть интернет некоторые даже смотреть туда не хотят посаду сам большой прикол то что им станет очень больно и некомфортно они увидят что разница между этими людьми там и мной это колоссальная разница абсолютно колоссальная но опять же допустим я могу сказать что в принципе между мной и допустим теми же там тони роббинсом брайан трэйси разница колоссальная настолько настолько колоссальная за в принципе на том же уровне что человек зарабатывающий 20 тысяч рублей я принципе на том же уровне если сравнивать это с брайан трэйси и тони роббинсом но тем не менее осмотрю их да мне опять же мне тоже больно в принципе что я не достиг такого уровня как они пока что мне понимают что мы прям мучаешься со сада я мне не плохо да что вот много и давай больно то что я пока не достиг такого уровня как ты я к того что все ребята настолько относительно да но если нам со стасом перри сейчас перебью перестанет больно добыть то есть мне в свою очередь то где будет еще ему в свою очередь то ну на мне кажется на этом наша жизнь закончится что я бы в этом же и смысл да то есть как бы что делать еще в жизни ну как бы быть овощем не знаю да там жутя бы не на жизнь надо себя все время пинать и как бы куда-то вот выталкивать это же круто в этом же и смысл быть лучше становиться лучше да просто я вот на самом деле я не знаю как вот что дать какую мотивацию этим людям которые а я предлагаю начать с пикапа в том числе да сейчас с вами роббинс про интересе посмотреть володю хотя бы для начала для начала володя путина до начала можно нужно быть короче смотрите вот как это работает в пикапе да и почему очень тесная параллели почему я считаю что это вообще хорошая тема чтобы начать то есть вам не больно вы живете вам комфортно да там и вы не знаете как то есть как бы вы уже услышали и слышали сто раз что типа лучше всего работает боль да там непонятности на хвост наступили да ты быстрее что-то придумаешь но как бы где-то боль достать если вот ну ты же не пойдешь там немного будет самая простая поле то начать знакомиться с девушками которые действительно тебе нравятся да там общаться и например там не знаю и дай бог чтобы такие тёлки были продажные не продажные вы можете думать о них чего угодно когда ты приехал на метро до или на трамвайчике и ты увидел что девушка с которой у тебя что-то не получилось там села какому-то чуваку в джип да там или в хорошую дорогую тачку ты испытай вот гарантированно ты испытаешь боль там единственный момент что ее надо боль в правильное русло немножко направить до вектор и придать зачастую люди испытывают такую больше типа аху она там такая-то даже говно все это ну вот она боль да а если боль направить в то русло чтобы задать вопрос как мне сделать так же если я считаю что причина в этом хотя причина нихера не в этом ну это как бы это как одна из составляющих вот я считаю пикап это вот отличный способ как бы самому себе наступить на хвост например да пока не прородители вот скажи чем потом стас это за когда закончим ну то есть вот как бы я беру что вот то есть мы активно помогаем своим родителям я щас не выпендриваюсь и так далее да то есть вот многие как у меня нет мотивации а ты заставь себя не знаю захотеть сделать для своих близких приятно для всего младшего брата и закупим ноутбук там например всему вот если ты сам себе не можешь ничего захотеть ну как бы ради в себе какое-то чувство любви к своим близким я считаю не знаю почему брата ноутбук очень полезно да я могу сказать вот про себя чай прям щипятку что купили захоти родителей сводить в ресторан который там никогда не были да например то есть вот в купе маме шубу если ты себе не можешь да то есть вот после этого родится и в сторону себя много желаний даст нас я перебился но я здесь не могу вот только спокойно говорить потому что ну как не мотивация когда например у тебя там не знаю мама ходит о порваной куртки добр и тебе на этом если на этом хоть ты можешь выключать это ну прямо сейчас видео иди застрелиться то есть и потом ты будешь мне рассказывать что у тебя нет мотивации да там но если ты можешь ты как оборвание сделай матери приятно на дедушку своего там устрой там какой-нибудь там этот праздник для него на день рождения да то есть вот не могу спокойно про это говорить ты извините перебил стас да ну вот значит что могу про себя сказать мне тоже не всегда хватает мотивации я тоже человек да это же бывает что я допустим ленюсь что-то сделаю но как можно с этим побороть вот допустим была ситуация прошлом году у меня такой бизнес что я занимаюсь продажей товаров мне нужен я ну короче интернет магазин даже не можно так сказали что ты органы продаешь наркотики телок оружие что ну в принципе тоже можно было бы заняться я занимаюсь не более легальные вещи да я занимаюсь до легально вот и что могу сказать ну нет мне нужен необходим какой-то оборот товаров чтобы ну дальше мой бизнес развивался да нужно что-то купить чтобы потом это продать вкратце и допустим ну вот какой-то какие-то деньги допустим я родителям перечислял 15 год и вот допустим там начало шестнадцатого года но что сказать у меня вот допустим родители работают там бюджетный сфер у них небольшие доходы я хорошо знаю родители стаса как бы и но обычные люди да папа завода мама учите то есть ну как и у всех не надо тут опять же что по-любому там что-то где-то ничего где-то ребят мне вот ну частей к этому мы звонил г что вот ну там что-то не очень там хватает как-то ну да я там подкидывал там брат что-то подкидывал но мне все равно было неприятно что я ну как бы не могу там больше сделать хотя конечно я мог больше но у меня был там нет некоторый план что мне нужно было оборот товаров там вложить некоторую сумму вот ну как бы в конце шестнадцатого года я все-таки дал им денег больше чем несколько раз можно я скажу сколько стал чтобы они и если ты хочешь я но если но я считаю это повод для гордости просто как сказать стас платит налоги это вот к вопросу там каких-то вот ладно я хотел про хейтеров опять говно сказать но там то есть был там один у нас недавно который просто давайте так скажем что я дал им денег больше чем по сумме они заработают мать и отец примерно за год стас решил ну как бы просто вот много попаловать родителей да то есть вот подарить им что-то было ну вот пускай каждый сам подумает ну примерно вот так вот вот так вот и вот знаете мне на самом деле стал гораздо лучше вот я могу точно сказать вот я сливе я с я уверен что на какую-то только ты стал счастливым за мне я не знаю что такое счастье пока что и не могу бы ты не говорила не пробовал наркотики что-то что-то мне стало лучше и даже вот но это был на эфире прошлого года до 6 вспоминаю мне принципе становится когда я об этом вспоминаю лучше я думаю дальше что я еще могу еще там что-то подарить там своим родителям может быть еще дальше кому-то там может быть ну не знаю благотворительность какая-то еще что это конечно не мотивация для тех кто там пока что кого маленькие доходы совсем не смотря я сейчас просто про не обязательно там какие-то баснословной сумму до всегда можно своим каким-то доходом да да по крайней мере вот но у меня была определенная опять же мне было неприятно мне было какая-то боль когда вот мне мама звонила и говорила что вот ну ну то есть там я что-то ей какие-то там деньги подкинул брат подкинул но этого не там хватает там на что-то еще на дом в испании может быть это верно я угора да ну хотя бы там там на что на какие-то основные вещи дать этого все равно там не хватает я вот сейчас мари ремарку то есть как обли по номер очкам ремарка короче что как я вижу в этом мотивацию что дав родителям один раз какую-то плюшку да например да там или близким людям понятно что как бы люди увидевшие что ух ты бывает и вот так да там сводил дорогой ресторан не закупишь что-то там им свозив их за границу или соседний город просто на карусели покататься в конце концов да то есть ты уже попадаешь что ну я лично думаю так то есть ты попадаешь такую ситуацию что сука как сказать то что я должен делать это еще потому что я знаешь как вот как сказать подразнил да и извините как с вас хватит да вот у меня это так работает и она на моем примере вот так она прям очень сильно начало работать то есть потому что я понимаю что я увидел счастливые лица своих задроченных жизнью простой серой обыденностью жизнью провинциальных людей которым уже там а не пенсионер я увидел счастливые за меня это была вот настолько фуенная штука что мне захотелось видеть это еще да то есть вот это очень круто мотивация конечно как подойти хотя бы 5000 я не знаю для нас не купить и 10 любая мелочь я взял какую-то мелочь да посмотрите что это вот человеку то может быть там я не знаю у кого какая ситуация может вы не живете там с родителями но хотя бы кому-то вот я не знаю девушки какой-то еще что-то брату там да кто в этом нуждается в нее такой возможности да я уже своему брату какой мячик баскетбольный не знаю это будет для вас мотивация наверняка если для себя нет мотивации наверняка вот это будет мотивация я считаю это вообще круто работает да то есть но это как вариант если ты не знаешь как поставить себя в жопу можешь написать декларацию хорошо работает да то есть серии что если я что-то не сделаю там то есть можешь но это же добровольно вот загнать себя в жопу в боль да это очень сложный процесс не всем получается не за отдай свою машину другу и скажи что если я например через месяц не заработаю миллион не знаю да ты ее а короче себе оставляешь насовсем а ты начинаешь пешком там или есть на трамвай как мудак да то есть но как бы я мало людей знаю настолько там имеющих яйца чтобы да вот они вот так я сам вот как бы на такой не всегда способен например чтобы они могут для кого-то это не нужно но хотя бы то что сам ты хочешь хотя бы что-то да там как-то учит свою жизнь плюс какие-то и близки я думаю это уже должно быть мотивация это уже достаточно мотивации что мы тут прервались в общем суть такая а важно моя его праздники это как-никак мы все-таки там вокруг праздника эти покатушки хотя про праздник и сказать только вначале когда есть бабки праздник как-то больше праздничный да когда ты едешь в ягуаре не знаю они в этом самом в чем-то не в метро или не на электричке как праздник становится сука более праздничным вот и если в тему праздника ребят у меня есть для вас офигенский подарок то есть прям подарок подарок по то всех по всех подарков подарок вот мы тут продали книжку для тех которые мне писали вот там уникуб уже пишут как раз копать и всяко вся квартира завалена книгами и никто не бедут такой вот нет она реально первые три дня я помню как она была завалена книгами да то есть ребят но опять же дайте похвастаюсь то есть почти уже там на 3 миллиона продан он там 2900 что-то с копейками продали книг я очень рад что так но встретили то сейчас ребята сильно присылают отзывы если вы еще не прислали не знаю но если вам хочется что-то сказать шлите кто-то написал книга говно может быть на самом деле но пришлите что она говно не важно пришлите свое мнение то есть вот и в общем после того как книжка вышла и там флешка вот это с практикой с нас просто завалили вопросами есть и меня и моих коллег там антона димана то есть везде и вконтакте и на почту начал приходится не ожидали что их да то есть мы не успеваем их обрабатывать чем вопрос они там практически вот как бы во всех этих моментах они одинаковые то есть там но я уже пересылаю просто сообщение люди обижаются знаю что я не конкретно ему написал а просто взял с другой они по сути дела конечного прям про его этот самый вам чувака зовут костя там данил смотри за что я лично все я объедусь на общение да то есть суть такая что очень много вопрос причем они зачастую там повторяющиеся или какие-то в этом духе вот и как бы штука такая что мы ну на них надо как-то отвечать да то есть и мы вот как бы в честь этого сели подумали блин чего может такого сделать чтобы это было емко по делу и чтобы это закрывало основные эти вопросы плюс смотрите как бы есть еще вот те кто начинает делать очень такая кстати сильная боль они говорят что нам часто говорят девушки что ты пикапер там особенно в крупных городах каких-то там что-то в этом духе да что в общем они пока делают это неестественно они пытаются так скопировать какие-то наши модели поведения и так далее пока у них не выработалась своя и они ну я понимаю чего это потому что это неестественность либо если это москва то они но делать из каких-то местах детских пикаперов очень много да то есть и девушки всем им говорят вы пикаперы вы пикапер ты пикапер вот и мы что-то думали пикапер пикапер то есть в их понимании в социальном понимании это какое-то зло домой понимание это огромнейший пинок к глобальному широкомасштабному развитию собственной личности да по всем направлениям вот и как бы мы вот вокруг этого что-то решили вот сделать вот этот подарок вот этот продукт то есть мы назвали этот видео курс он называется знакомства в стиле анти пикап очень не просто видео курс я бы сказал да ты не не видео курс как таковой особе с видео чем мы сделали короче мы сели всей нашей команды и пару недель ломали себе голову что можно такого сделать чтобы а ну самый последний без там бездействующий человек я не знаю даже какой-нибудь с диагнозом дебилизм и аутизм мог пойти просто применить эту схему чтобы она была настолько проста что у него получилось то есть куда еще проще хотя вот то что мы давали до этого она уже предельно простой и плюс те ребята которые говорят что нас воспринимают как пикаперов там и потом у нас какие-то проблемы что там нам не дают телефон или что-то еще чтобы как их научить максимально естественно и незаметно это делать чтобы это действительно было похоже на обычное знакомство даже не запланированное потому что это работает намного лучше то есть девушки реагируют намного лучше и вас это не делает плохим чтобы пикапер просто вас хотелось более делать более естественным короче этот продукт вмещает себя несколько довольно много видеороликов плюс материал виде методички то есть как пошаговое пособие там написано расписано подробнейшим текстом с чек-листами то есть как себя проверить там как себя там как как и какие-то там на свиданке даже можно смотреть на телефоне да то есть он на формате в pdf ты можешь его смотреть в любом месте в любое время то есть это очень удобно сразу главную фишку скажи а то сейчас кто-то уже смотрит а сука продает продает ему жалко не жалко бесплатно то есть вот жид там кто я еще там не знаю даже даже для людей наживаясь хоть можешь хоть раз хоть бы раз сука то есть вот эти 400 видео на канале они короче они все продающие я в каждом говорю вот вам не информация короче тупо платить несите мне бабки и больше понимаешь я живого я вам не скажу так вы мне уже должны короче ребят для тех кто сейчас уже собрался вырубать у меня для вас действительно грандиозный подарок то есть я вам даю штуку которая изменит жизнь абсолютно любого из вас если вы даже 60 процентов этого сделаете вы об эти извините иногда не могу выразить эти вещи без мата то есть мат иногда описывать слова максимально точно есть мы решили что бы надо заняться некой благотворительностью да то есть ну как бы хотя куда уж больше да то есть столько бесплатного контента на канале бери и делай но больше из-за того что этого контента много и он везде да он разнообразный с нет какой-то структуры и люди иногда думают блин а с чего начать а как в первый шаг и второй шаг где структура хоть какая-то и вы заморочились вот да решили вот делать вам такой подарок подарок в том что та штука о которой я говорю пока ты там еще не убежал на есть свои бублики играть в доту она стоит сука 90 рублей ты не ослышался 90 рублей то есть вот сейчас кто-то орет где логика как этот рыжий зарабатывает деньги то есть логика такая что это не может быть бесплатным это принцип то есть как правило то что тебе подарили бесплатно она тебе не постучалась ни в какое место да то есть и как правило если ты хоть как-то вложился во что-то это становится тебя максимально дорого и ты становишься как бы более замотивированным что ли на действие человеком вот этот чувак это очень опасен на своей к этой чахотке мы тут один раз чуть не подрались короче с каким-то вот суть такая ребят 90 рублей это будет стоить на процент и сейчас расскажу чуть попозже самое прикольное удобно что можешь оплатить это прямо со счета мобильного то есть там будут мобильные платежи подключены по поводу продукта то есть много видео в одном этом месте плюс подробное письменное описание по шагам то есть на 7 дней эта штука рассчитана на 7 дней для задание номер ноль там она формулируется следующим образом что ты должен написать себе четкий план и там подсказки как его написать да то есть спадская как бы как ты выделишь на это время на это нужно выделить время у тебя качалка пропустишь качалку сходишь не знаю туда ночью дома по подтягиваешься поджимаешься у тебя работа не знаю сделать что-нибудь чтобы вот семь дней тебя отпускали пораньше у тебя учеба все это херня ребят если вы как бы ловите себя на том что у вас есть какие-то причины не делать какие-то вещи всегда задавайте себе вопрос если бы например за подход к одной единственной девушки к слову привет нам как дела в ее адрес вам давали 10 тысяч рублей допустим и акция была бы только не знаю семьей да вот семь дней у тебя на эту акцию интересно как бы чего вас в этот момент в голове возникает по поводу продукта и значит подарок следующий стоит 90 рублей называется знакомство в стиле что там женщина знакомство в стиле анти пикап то есть как максимально комфортно для себя прийти к знакомству с любыми девушками и те кто сейчас скажет я уже научился знакомиться что дальше ребят дальше повысти качество тех девушек с которыми знакомиться вы поймете что вы нихера не научились знакомиться заинтересовывать собой так далее большинство вопросов подтвердить пишут типа мне в принципе всегда комфортно но когда девушка очень красиво и деда начинается какой-то бесед вот какая вроде могу но и дальше сука или смотри типа я без проблем беру телефон и знакомлюсь но до секса или там до свиданий там или где-то до отношения не доходит а не доходит а почему потому что как бы вы где-то косячите во время знакомства и поэтому не доходит возможно вы там делаете что-то неправильно так вот там будет все это есть мы упаковали все эти вопросы после книжки после флешки то есть там будет семь дней соответственно а то что ты помнишь как называются у нас список заданий то есть там подробно не помню я помню что там на каждом дне проработать но смотрите ребят значит по поводу подробностей на каждый день специальное задание там подробно расписано как его делать что делать и через семь дней вы то есть прежний который были семь дней назад и который станет через семь дней это будут два таких но довольно таки разных человека единственное что надо будет взять себя за яйца и сделать я не знаю я не могу приехать к вам в ульяновск саранск питер и провести вам за 90 рублей индивидуалку то есть это настолько уже смешная цена что ну блин если как бы это для вас проблема если вы вернее не хотите вложить в первый шаг к собственному развитию такую сумму или там вам лень оторвать жопу сходить положить денег на телефон ну тогда ребята извините но чё сказать нечего сказать подробности об этом подарке это как его скачать приобрести купить и так далее мы его откроем на какое-то короткое время вас будет несколько дней чтобы его скачать вот это все под видео в почте вернее на специальном сайте который вы увидите подвиг значит ребят и так еще раз да суть такая 14 февраля неважно когда вы смотрите это видео в честь этого для многих это не праздник да потому что праздник одиноких людей вот чтобы это был действительно день влюбленных прикиньте надо как минимум оторвать жопу от дивана и не знаю выключить redtube.com блять проговорился да или как там brothers.com ну то есть браза сплатно тогда redtube.com да ребят вот у меня подарок который ты можешь забрать прямо сейчас и у тебя есть ограниченное время на то чтобы забрать для того чтобы забрать тебе нужно всего лишь 90 рублей прикинь да подарок не бесплатный но я считаю что 90 рублей а что может купить 90 рублей стас в москве да много чего можно купить да ладно что мне сколько стоит но примерно где-то можно купить час на парковке не часто сотку нет да это за пределами да где-то от имеешь ввиду я не просто вот сейчас машина постоит вот примерно вот нехорошо можно кофе to go сколько стоит вот шоколаде же она стоят 99 рублей где-нибудь в маке это поэтому по абонементу нет обычный маленький кофе 90 блин ну вы еще меня вот тут будет шоколадница я прям с принципиально прервусь возьму чек и приду давай так сделаем вы пока со стасом о чем-нибудь поговорить там поугараете я не знаю давайте так а я тебе могу сразу сказать 130 будет не не на я правда хочу кофе стас если уж без прикола значит суть такая ребят то есть подарок стоит 90 рублей ссылка на скачивание этого подарка который называется знакомства в стиле анти пикап семидневная практическая инструкция с разбором на каждый день то есть ты будешь каждый день делать определенные вещи ссылка на скачивание лежит под этим видео посмотрим сколько из тех людей которые смотрят мой канал действительно принимают этот контент и что-то делают да и принимаются какие-то решения действия чтобы чтобы изменить свою жизнь посмотрим сколько из этих людей овощей ну как бы выбор и конституционное право быть тем и тем есть у каждого как то так ребят ссылка под видео жмите пока открыто скачивайте пока вот такая благотворительность как-то так стас ну смотри давай несколько вопросов от подписчиков давайте бабок сколько денег вообще вот ты тратил в начале и сейчас на первое свидание это такой вопрос типа сколько мне потратить я думаю каждого какая-то слоя должна быть оценка вообще если пусть девка сама платит нет естественно я обычно сам платил в таких случаях не знаю если для вас от нормально там чтобы девушка платила пожалуйста это ваше решение вообще в целом твоя философия то есть ты пригласил значит ты как бы угощаешь да допустим да ну я не вижу в этом ничего такого не знаю нас в европе в америке вот сейчас процветает феминизм да что все платят пополам я вот даже один раз там я помню встречался в прошлом году с бывшей девушкой естественно я ее не не хотел и не спать и ничего я от нее вообще не хотел просто говорит ну давай остайтесь там покроем а там общих знакомых я заплатил там две тысячи рублей ну я считаю это нормально с меня не будет в принципе вот хотя можно будет попала можно могла и она заплатить не знаю как хотите так и делайте но обычно в таких ситуациях мне не составляет труда или каких-то сил это заплатить по поводу подарков чё скажешь вот через сколько через какой период времени в отношениях на там дарить подарки нужно дарить вот эту всю штуку пишут я думаю ты понял вопрос но я например подарки не даю я даю подарки если девушка мне тоже дает подарки обычно так я делаю допустим ну новый год или рождество да я могу и подарить подарка на метр если вы сами будете падать доить кучу подарков а девушка вам ничего не дает я думаю вариант от не очень хороший наверно скорее всего и не очень интересны или может быть она вас просто рассматривает как источник подарков там денег и так далее так что я думаю что все должно быть в каком-то балансе ну в общем действуйте как знаете я думаю володя лучше расскажет теме отношений вот конкретно того как как лучше себя вести с девушкой я понял смотри еще такой вопрос но они все вот под такой эгидой типа я живу в маленьком городе средняя зарплата в городе 10 15 тысяч рублей да у меня как бы вообще нет денег на то чтобы водить девушку хоть куда-то какой смысл мне с ними знакомиться если у меня вообще нет денег где мне взять да вопрос конечно непростой дает то что здесь сказать я я тоже не могу сказать что я вот настолько классный пикапер как володя до что я без денег там мог построить ну что-то сделать сразу там стоим с девушками переспать да вот допустим вот и что-то такое нет я тоже когда у меня не было денег я принципе тоже думал что ну действительно все положение плохо но у меня и была мотивация что надо сначала заработать денег хотя бы каких-то и так будет легче для меня конечно этот вопрос такой что на первом месте мне начал нужно заработать денег потом потом мне уже будет хотя бы как-то легче вот общаться с девушками потом может быть хотя бы пригласить ресторан хотя бы купить там шампанское презервативы еще что-то хотя бы так но если у вас какие то есть другие качества если вы уже научились у володи каким-то другим вещам как без денег это можно сделать пожалуйста но если вы не настолько способны я посоветую ну двигайтесь двигайтесь работать над собой вот естественно девушкам нравятся деньги им им нужно хотя бы хотя бы я не знаю хотя бы куда-то сходить хотя бы я не знаю сходить в парк кататься на коньках это все хотя бы какие-то деньги нужны конечно я люблю ваш интереснейший диалог то есть вот смотри написано капучино тугоуда 179 рублей вот вам капучино то есть это к вопросу 90 рублевом подарки этот интересный диалог был у вас я вас прервал еще плавно к вопросу подожди некоторые спрашивают как не успевать совмещать вот если я там начинаю ходить залы как-то пытаться где-то работать зарабатывать деньги у меня не остается времени на девок и наоборот если я максимально много времени провожу там где-то в полях ты возьми себе начните у меня вообще нет времени чтобы делать что-то еще как это все параллели более-менее адекватно хотя стас не особо прямо у нас клубный человек дохать принцем я говорю я кстати тоже ни разу последнего не клубный не в случае со стасом я могу так сказать если как бы обратная связь со стороны что он практически вот этого всего не делал да он пошел но ребят как бы да вы можете в 20 лет говорит что я хочу там все хочу я хочу гулять я хочу там то есть пожалуйста но вы же можете делать не каждый день там не знаю вы можете работайте поставь себе цель то есть и в 25 26 у вас будет знаю и время гулять и деньги на погулять да ну мне кажется тогда там если вы 20 начнете то есть да придется чем-то пожертвовать гандапас постоянно про это говорит если как тебя жрать нечего говорит а ты там не знаю херней занимаешься там жить негде то есть ну сначала быстро это вот блять упрись в это рогом то есть и чем раньше ты начнешь об этом и говорю да ну то есть если совсем все плохо и там 10-15 тысяч рублей ну либо вы жертвовать надо до либо вы должны быть очень не знаю каким-то замечательным крутым человеком которые вот что-то может вот девушке дать да ну принципе всякое бывает да и миллионеры миллиардеры разорялись у них совсем ничего не было тем не менее они переставали быть интересными да то есть я же да это же чей человек в такие масштабами мышления да то есть да да все равно не скучно да да то есть если начинаем тема свидания о котором мы говорили в начале когда сидит чувак и ему и сказать нечего да да то есть чем-то вы должны быть интересны хотя бы сам по себе да вот но если даже такого нет ну конечно тогда нужно начинать с того что ну забейте на тему девушек отношений на какое-то время действительно выделяете этому минимум времени да то есть но минимум необходимого времени то есть вам не знаю можно же какой-то график расписать да где вот я себе пишу что вот это время да я посвящаю себе там я посещаю каким-то штуку но ребят ну сейчас хуйки просто от жары веника нет случайно пихтового пи пихтового я бы сказал даже просто одет как как типа не пози в деву воде я вот по землю да да я не пози в него о чем говорили да ребят ну вот антон даже вопрос как делать что делать если зарабатываешь 15 что делать айчок че делать если заработать 15000 уже ответил зарабатывать не зарабатывать пятнадцать прекратить зарабатывать я вот правда че делать допустим чувак я у нас вот смотрю у нас в городе ты пока снимаю тоже потому что посмотри реально вопрос да вот у нас в городе люди зарабатывают ну то есть это средняя зарплата да то есть у нас некуда идти потому что я пришел с армии и смысла идти тоже не да и как бы куда мне как не на завод пашет потому что нас градообразующие предприятия как бы ну и в принципе у нас больше 20 не платят вот я могу ответить на этот вопрос да что нужно делать нужно поставить себе какую-то долгосрочную цель допустим ну хорошо сейчас все относительно плохо допустим вы зарабатываете меньше чем вы хотите маленький город и возможности мало надо себе вот опять же нужно спокойно вот день какой-то ничего не делать не работать ни с кем не встречаться да просто вот подумать что же мне делать что же будет дальнейшем с моей жизни нужно себе поставить какой-то план хорошо мне допустим сейчас там 20 лет 25 даже пускай тыс но допустим за 5-10 лет можно сделать очень много если сейчас все допустим плохо не то есть я не знаю куда идти стас на смотри давай я не знаю куда минимальный минимальный план но я не знаю куда эти смотри я в городе где то есть окружение сильно влияет реальность очень сильно влияет друзья у меня такие же одноклассники такие же папы мамы знакомые друзья такие как все у нас такое же все вокруг и банска живут хорошо составьте план вот что первое можно сделать самое простое у вас зарплата 20 тысяч рублей допустим вы вот сейчас купить мыло подождем я шучу вы тратите 20000 рублей в месяц и у вас ничего не остается или допустим даже долги нас долгами сложнее понятно что их там нужно как-то закрыть или структуризировать мне кажется это первое должно быть в плане дали когда посоветую ну не знает как бы допустим что вариант у вас нет долгов вас там зарплата 20 30 тысяч рублей месяц чтобы я посоветую максимально 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 просто сократить расходы из этих 20 то что есть на ненужные вещи то что наверняка есть какие-то ненужные да тогда но тоже вот вот ну как это я делал конечно могу сказать просто опыт я максимально сократил расходы я в китае жил в комнате 6 еще раз подчеркну слов 6 квадратных как еще раз подчеркну 6 а как это выглядит стаска такого 6 кого вот здесь амер на около 4 квадратных вдоль помещается или туда это западе вот зигзага буквы гэмли а у меня там я приходили посылки которые потом отправлял то есть ты там жил вместе с посылками да я я очень обычно у меня были под кроватью посылки с около компьютера нибудь то есть кровать было компьютер и вот были посылки то есть на кровати под кровать место кровати ну был один раз пошла посылка на 120 килограмм вот но несколько там коробок мешков и она говорит выбирай либо я сплю на этой кровати действительно пришлось там несколько раз спать на этих коробках ну ничего страшного в общем по минимуму сократить расходы если вы снимаете квартиру там за 10 я перебью стаса ждешь не потела я бухала вчера а вот сейчас вкручиваем да про квартиру да еще раз да то есть по минимуму сократить расходы если вы пытаетесь там как-то не знаю покупаете сосиски за 100 рублей переждите покупать сосиски за 50 рублей по минимуму если едите хлеб ешьте картошку макароны в общем вот по минимуму сократить а вот это же болезненный я не хочу выходить из привычного комфортного да я понимаю но что нужно сделать максимально скопить денег вот допустим и 2 тратите 20 тысяч рублей в месяц вот и ничего это открою сейчас но сейчас пойдет вот значит вот сократите ну не знаю каким-то образом вот поешьте двадцать месяц хлеб там с водой скопить 50 тысяч рублей за за три-четыре месяца вот там чего надо сделать закрепить свои расходы за за 5 там за 57 тысяч рублей каким-то образом но сделать так приедете там не знаю брату ну к родителям лучше не надо но за приедете к брату там на месяц надо поешьте хлеб там макароны в общем скопить 50 тысяч рублей переезжайте допустим москву вот хотя бы 10 тысяч да да не в москву хорошо я живу примерно примерно в маленьком городке возле новосибирск хотя бы новосибирск да да я был новосибирск да для начала все реагировать скажи да для чего проезжать ну потому что у вас здесь опять же при таком же подходе что вы допустим вот очень часто говорят а зачем вот я допустим я вот допустим из самары вот сама и там зарплата там 30 тысяч рублей я там не на расходы на допустим 20 тысяч рублей москве я буду зарабатывать 80 я замерать жильем тогда я еще там пробки вот от любимое слово всех этих ну да не пробки с об этом ведь мы просто по расходу допустим что я там зарабатывают эти трачу 20 в москве будет 80 я зарабатываю я потрачу месяц там с квартиры 60 в чем смысл что вы на первое время опять же это будет больно неприятно опять же москве можно снять какую-то самую заходовую комнату на 10 другом да с другом наверняка кто-то из знакомых твое уже где-то там в этом городе живет я не говорю про москву потому что опять же скоро правительство москвы уже меня официально запретит скажет так хотя бы в новосибире резиновые да хотя бы ну допустим екатеринбург если вы живете в день город верхняя пышма есть такой ряд половина людей там из кирова из брянска из твери ну хорошо не будем брать брянск ты около москвы очень много людей из там допустим каких таких городов киров там ульяновск да здесь кого только нет хотя бы то для начала вот казань развитый город более раз нижний казань самара и кб-касноярс новосибирь приедете туда уже будет что ну допустим на прямее москвы да раз уж мы вот москве здесь живем последнее время будет проще рассказать вы живете допустим там 20 тысяч рублей какой план прийти вот то есть копить 50 тысяч рублей там 40 тысяч на что я буду жить там если я перееду давай вот я подводит раз ответ на вопрос да ответ на вопрос то есть снимите самую за худавую комнату там за 10000 рублей где-нибудь на экране это вполне реально у меня вот друзья так делали ну это опять же это неприятно что это неприятно есть риски что вы там на мошенники старый ну что делать у у всех ну рано или поздно получается вот вы поехали вы где-то остановились вот ну как-то более менее вы можете существовать опять же там хлеб там вода макароны все два то и месяца вы вполне можете найти работу за уже 60 70 80 тысяч рублей если вы мужчины об я не могу переехать самый главный момент потому что вы да уже другая реальность да то здесь больше и чаще видишь как люди живут по-другому да то есть и она только так начать и в голову приходить его за деревню не знаю самая дорогая машина то как там четверти скидывал догра денег море ездим на приори вот то есть как ты узнаешь о том что есть там что-то еще да да вы по крайней мере до этого выйдете да у вас уже действительно будет доход больше ну работа есть но кто говорит что работа нет но это уже вот правда выключите видео закройте и не знаю там подготовьте себя до 1 готовьте себя гроб память в принципе можете все уже на этом зацена черный 9 работ действительно есть в москве там ремарка по поводу работы то есть смотрите согласен что есть некое влияние времени а некое влияние сми там телевидение интернета и так далее что сейчас молодежь не сильно то хочет работать да то есть все хотят быть а сука успешными в этом бизнесменами артистами звездами ну и всеми подобными кого нам продают сейчас активно вот средства массовой информации то есть все хотят быть блогерами тренерами не знаю там бла-бла-бла ребятам это все за и но то есть мой вам совет чем раньше вы диман привет те кстати стыбушь смотрите видео чем раньше вы вот приземление начнете мыслить да то есть вы можете заниматься этим и мечтать стать певцом ходить на кастинге там петь и так далее свободно это только мое мнение 5 может несколько свободной от работы время но то есть а даже лучше всего да зачем раньше вы начнете найдете себя как как какую-то базовую подушку какой-то так правильный какой-то вот реальный доход пусть небольшой и реально будете смотреть на вещи с небес на зале это самое лучшее вот это сука самый лучший тоже потом падать будет очень больно я такой талантливый меня просто никто не это заняться на вот я перебью немножко это же обычная грязная простая работа сука есть но когда и везде даже опять же вот так как вот там опять же вот я недавно снова тони роббинса в чем заключается по его мнению счастью это прогресс если вы мечтаете стать певцом богатым там хорошим там тренером то высоко оплачиваем ну и так далее там бизнесменом директором но сегодня вы работали за 20 тысяч рублей а завтра каким-то там ну не знаю у вас уже 50 вот пусть вы там вам тяжело да у вас больше там расходов каким-то образом получилось но вы уже что-то сделали вы уже что-то сделали это это самое важное это самого у вас уже есть прогресс и вы уже понимаете что в принципе да еще очень далеко очень 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 далеко но первый шаг он уже сделал первый шаг он очень важный вы сделали у вас уже обретается какая-то уверенность а сам главный себя не обесценивать да то есть это же еще другой заразный момент такой болезненный что попадая вот в такую среду например из маленького города ты начинаешь смотреть ну там вот эти проезжающие мимо дорогие колыма гинуть я поймать я говно и как бы даже если все купишь вот такую колыма губ рядом сука кто-нибудь проект на ламборгине диабло или там марчелла гнидогой херни и скажешь я говно завтра ты увидишь кто-то направил джете пролетел ска то есть не если это в каком-то дозированном ключа вот это вот то это нормально это тебя пинает но тут же еще важно что люди забывают смотреть на себя вчерашние той моя история я могу ходить ныть что там я зарабатываю не знаю там там я в этом месяце заработал копейки 300000 там например да там или полмиллиона 5 я не знаю семь лет назад за неделю работы на стройке получал 8000 рублей в ли не знаю то есть я почему-то об этом быстро забыл и ну как бы здесь надо самому вот эти вещи очень четко как бы смотреть и не упускать наоборот прям радоваться да мне кажется какой-то блокнот завести где там писать что смотри вот она вот доказательств почаще на заглядывать да да хотя бы глупо самое вот я сейчас регулярно допустим пишу какие-то планы долгосрочно хотя бы на год да ну принципе у меня в голове всегда есть там план на двадцать года понимать что да ты еще далек да но что-то уже у тебя получилось что тут так ты же план делишь на мелкие какие-то субшаги какие-то мелкие даже уже получилось это уже хорошо уже у тебя не будет какой-то депрессии самопичевание что все ужасно да может быть не столь там быстрыми темпами как хотелось бы но хотя бы что-то уже сделано это уже неплохо уже надо и двигаться дальше ну как то так ребят значит еще раз я думаю надеюсь видео был максимально полезным для вас то есть под этим видео у нас для вас охрененный подарок который называется знакомство стиля анти пикап который стоит всего лишь 90 рублей который вы можете оплатить с телефона потом с этого же телефона просматривать пользоваться то есть это семидневная пошаговая схема прямо с конкретными четкими заданиями что делать максимально расписано и видео и в печатном формате вот как-то так приятно было с вами прокатиться по москве по воскресной там хмурой со стрёмной погодой но это все уже скоро весна с нами был стас стас можно можно уже как бы покидать автомобиль с нами был стас с нами был антон с вами был шамшурин до новых встреч короче ребят все давайте увидимся пока